Пока Казань вовсю принимает первых гостей на Кубок Конфедерации, я предлагаю вам окунуться в произошедшие события, которые подготовили корреспонденты и операторы Универ Ньюз. Осторожно, полигон. Съемочная группа Универ ТВ выяснила, чем опасна утилизация. Сердцем шутки плохи. Хирурги университетской клиники Казань впервые провели операцию на открытом сердце. КФУ вновь проложит мост. Выпускники продолжают делиться своими историями успеха. Начать этот выпуск мы хотели с поздравления. 12 июня, в День России, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о награждении ректора Казанского федерального университета профессора Ильшата Гафурова Орденом Дружбы. Награда была присуждена ему за заслуги в развитии науки, образовании, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу. А мы продолжаем. Места, о которых пойдет речь в нашем следующем сюжете, обычно вход воспрещен. Но нашей съемочной группе все же удалось воочию взглянуть на два полигона утилизированных отходов, которые расположены недалеко от Казани. В чем кроется причина многочисленных споров обязательной переработки мусора, выясняла наша корреспондент Аделия Шамилова. Казанский федеральный на правах образовательно-научной организации выступил с инициативой рассмотреть основы обращения с отходами. Данная проблема стала одной из самых обсуждаемых в средствах массовой информации. Чтобы узнать своего врага в лицо, представители Института экологии Казанского университета организовали пресс-тур, на котором журналисты детально изучили работу двух полигонов на территории поселка Самосырово. Первой точкой ознакомительной поездки стал полигон Восточный. Весь комплекс рассчитан на 15 лет. Непосредственно в первую очередь то, что у себя построено. Построено только в первую очередь. Она рассчитана на 2 года и 4 месяца примерно. Видимо, экологи уже не раз покушались на это место. В общей сложности здесь покоится несколько гектаров мусора. Но как бы невозможно предотвратить, да? Вот видите, да? Вот чем опасен полигон? Все по большому счету летит. Не случайно колючая проволока, да? Вот посмотрите, там на ней застряло что-то, еще что-то такое. Во-первых, все летит. Во-вторых, большая проблема птицы, которые могут являться разносчиками инфекции и так далее. Вокруг темы обязательной переработки и утилизации отходов возникло множество споров и дискуссий. Решение возникшей экологической проблемы некоторые видят в построении мусоросжигательного завода вблизи города. У данного предложения есть как свои сторонники, так и противники. Некоторые вовсе считают, что территорию полигона стоит очищать куда более оперативнее. Мне немного, только вопрос по-прежнему остается открытым. Современные подходы в обращении с отходами были рассмотрены на круглом столе, который состоялся сразу же после пресс-тура. Здесь специалисты обсудили с журналистами вопросы общей стратегии обращения с отходами. Вопросы обсуждения коснулись утилизации жидких и твердых отходов полигонов, анализа функционирования заводов термической утилизации отходов и многое другое. Ну а пока наличие казанских полигонов по-прежнему остается крайне необходимым. Ежедневно с улиц и дворов города вывозится 8 тысяч кубометров мусора, а это приблизительно 65 железнодорожных вагонов или 109 железнодорожных цистерн. Здесь важно понимать, что территория и ресурсы полигонов крайне ограничены. Только вот отходов меньше не становится. Аделя Шамилова, Владислав Михневский, Универньюз. В начале июня хирурги университетской клиники Казань впервые провели операцию на открытом сердце. Быть в числе первых это всегда очень ответственно и рискованно. Наш корреспондент Анна Глазунова пообщалась с пациентами после операции. Смотрим. В университетской клинике Казань впервые была проведена операция на открытом сердце. Аортокоронарное шунтирование. Операция была выполнена на работающем сердце без использования аппарата искусственного кровообращения. Это имеет определенные плюсы для пациента. Уменьшается разрушение эритроцитов, факторы свертывания крови, но требуют от хирургов большей аккуратности, опыта и сноровки. В ряду первых был 52-летний Решат Хафизов, у которого присутствовала ишемическая болезнь сердца. 8 июня ему сделали операцию на работающем сердце. 15 марта этого года меня направили сюда на обследование кардиологию. Кардиологию посмотрели, говорят, долго тянуть нельзя, чем быстрее сделаем, тем лучше. И оказывается, открывается здесь на базе вот этой больницы, заниматься будут шунтированием. У них новое оборудование, новый этот. Я согласился сразу. Технически эта операция считается более высокого уровня, чем оперативные вмешательства, проводимые в условиях искусственного кровообращения. Период после операции, после наркоза, нас сразу в реанимацию положили. В реанимацию мы пролежали полторы суток. В реанимационном отделении те доктора, которые делали нам операцию, они и утром, и вечером, и днем постоянно с нами, постоянно в контакте были. Операция заключается в том, что, используя собственные сосуды пациента, проводятся дополнительные пути для кровоснабжения сердечной мышцы в обход суженных или закрытых участков. Особенно благодарен кардиохирургам, которые операцию делали. Они уже на второй день в палате нас сажали уже. Нет, лежать не будете. Нас двигали. Сегодняшний день, слава богу, как говорится, полноценный человек. Хожу и нормально себя чувствую. Таких одышек, какие были до этого, у меня на сегодня нет. Первый микроинфаркт у Ришада Хафизова произошел в 2003 году, а в 2007 он попал в больницу с жалобами на одышку и усталость. По лестнице поднимаешься, вплоть до третьего этажа дохожу, я чувствовал, что у меня в грудной клетке сжимается, одышка появляется. Даже по прямой дороге, когда идешь, метров 150, приходилось пользоваться теми лекарствами, которые мне ранее выписывали врачи. До сих пор сердечно-сосудистые заболевания остаются наиболее частой причиной смерти не только в нашей стране, но и во всем мире. Хирурги университетской клиники Казань делают все возможное, чтобы повысить качество жизни пациентов и уменьшить количество преждевременных смертей. Анна Глузнова, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс. С 30 по 31 мая в Москве прошел международный инженерный чемпионат «Кейс-Инн». Магистры Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ заняли второе место в Лиге по нефтегазовому делу. С 30 по 31 мая в Москве состоялся финал пятого юбилейного международного инженерного чемпионата «Кейс-Инн», собравший 83 команды студентов 48 технических вузов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, которые представили решение инженерных кейсов в пяти лигах. Геолого-разведка, горное дело, металлургия и нефтегазовое дело, электроэнергетика. Казанский федеральный университет представили магистранты Института геологии и нефтегазовых технологий, которые заняли второе место в Лиге по нефтегазовому делу. Команды решают кейс задания, то есть решают реальные производственные задачи и в короткой сжатой форме презентации представляют это на все на суд жюри. В принципе, все одногруппники решили сплотиться, собрать команду, узнали о таком турнире. В принципе, это очень близкая нам тема была, потому что мы, в принципе, обучаемся по этой специальности. Попробовали, все получилось на отборочном этапе. Поехали в Москву, там, в принципе, заняли второе место. В Лиге по нефтегазовому делу встретились команды 15 вузов. Кейс Лениногорская заль же был разработан по материалам ПАОТО от нефти. В соответствии с заданием кейса будущие нефтяники предположили пути повышения эффективности разработки нефтяного месторождения, расположенного на территории Республики Татарстан. ТИБА – передовую молодежь. Диана Шилова, Леонард Вольтьяров, Универньюз. От выпускников студентам КФУ вновь проложат мост. Поделиться историями своего успеха новые приглашенные гости смогут уже совсем скоро. Подробнее расскажем в нашем сюжете. У студентов КФУ появится вновь уникальная возможность познакомиться с известными выпускниками университета. Проект «Мост» организован сообществом выпускников КФУ «Альма-Матер». Его миссия – не строить стены, а возводить мосты. И вот уже совсем скоро, 16 июня, 18.00, состоится новая встреча выдающихся выпускников КФУ со студентами университета. Проект «Сообщество выпускников КФУ», на котором выступают с открытыми лекциями известные выпускники, которые уже засветились, так сказать, в карьере, чего-то добились, достигли. И они вот в формате открытых выступлений рассказывают о своем опыте, делятся ошибками, секретами успеха, обрекомляют студентов о новой встрече. Кто же на этот раз посетит стены «Альма-Матер»? Радмила Хакова, писатель, автор книги «147 свиданий», расскажет о своих путешествиях по миру и о том, как ищет свою любовь. О том, как проводить масштабные мероприятия, расскажет Альбина Нафигова, арт-директор кинотеатра «Мир». И завершающим будет выступление Михаила Варфоломеева, химика-председателя Ассоциации молодых ученых КФУ. Елизавета Евтифеева, Ленардо Вильтьяров, Универ Ньюс. И это все события на сегодня. С вами была Екатерина Бусаргина. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова